Бабушки всегда отличались своим добрым сердцем и готовностью прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. В одном небольшом городке добрый поступок одной бабушки привел к неожиданным и трогательным событиям, которые никто не мог предсказать. Это история о бабушке, которая нашла на улице странного серого щенка, и о том, как это изменило ее жизнь. В солнечный день бабушка услышала слабый писк, доносящийся из кустов. Она подошла поближе и увидела усталого и обезвоженного серого щенка, который смотрел на нее своими большими грустными глазами. Щенок был совсем маленьким и явно нуждался в помощи. Не раздумывая, добросердечная бабушка забрала щенка домой, решив подарить ему заботу и любовь. Прошло несколько дней, и к бабушке в гости приехал ее внук. Увидев нового члена семьи, они предположили, что щенок, возможно, сбежал с ближайшей туристической базы. После неудачных попыток найти хозяина, бабушка решила оставить щенка у себя. Она заметила, что щенок растет необычно быстро, его шерсть постоянно путалась, а сам он становился все больше. Прошел год, и бабушка не могла поверить своим глазам. Маленький щенок превратился в огромную и игривую собаку. Она поняла, что случайно взяла на руки не просто щенка, а, возможно, волчонка. Внук помог бабушке и отвез ее с серым щенком, которого они назвали серой, в ветеринарную клинику. В клинике ветеринар осмотрел щенка и сообщил, что это быстрорастущий ирландский волкодав. Врач заверил бабушку, что эта порода не представляет опасности, но нуждается в правильной дрессировке и питании. После некоторых размышлений бабушка решила оставить серого у себя, несмотря на первоначальный шок. Внук пообещал помочь с воспитанием и записал серого на курсы дрессировки. Неожиданное путешествие бабушки и ее серого щенка показало силу сострадания и красоту безусловной любви. Несмотря на трудности и сюрпризы, бабушка приняла своего нового друга с открытым сердцем. Вместе они начали новую главу своей жизни, обучаясь верности, стойкости и нерушимой связи между человеком и животным. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые трогательные рассказы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok